Знаете, как говорят, мне улыбнулась удача. Давайте посмотрим, как это. Поисковик Евгений копал на окраине деревни. Деревня была старая, не одна сотня лет ей. Но никаких особо богатых здесь не было. Ни купцов, ни помещиков, крестьян или ремесленников. Пересекая старую дорогу, которая все время меняет свое положение, ловит красивый сигнал. Копает, увы, неаккуратно, думал алюминий. И вот, лупанул лопатой красавец рубль Елизаветы Петровны, 1743 года. Чуток помыл монетку и смотрите, чего получилось. Смотрел на Виолике в подобном сохране, но без коцанки. Была продана около 300 американских долларов. Рядом была рассыпуха поздних советов. И опять, смотрите, какой сигнал, 44, неужели второй? Да, у меня тоже так скрипит штанга на терке, что не делал все напрасно. А помогла банально силиконовая смазка в цанге. И таки да, это рубль 1734 года. Это у нас Анна Иоанновна. Но добавлю от себя, когда слышу, что это на выбитых местах, у меня глаз начинает дергаться. У нас на выбитых местах за день ничего, ни одного сигнала, а у людей вот так вот. Интересно просто, чем там бьют такие места? Вот точно такой сигнал я не раз находил, звучит просто как песня. Но у нас это почти всегда алюминиевая ложка. А у Евгения, смотрите, в песочке. Снова рубль 1742 года. Елизавета Петровна в подобном сохране видел на Виолите около 400 американских долларов. Продали. Дальше поисковик уже не так удивлялся таким сигналом, а просто копал аккуратно. И думал, а будет где-то кубышка с десятком таких монет, а? Ну вы поняли, да? Аппетит приходит во время еды. Это рубль Екатерины. И главное, что именно тут ходили парни с Етраком и Деусом. Так говорит Евгений. Вот мне стало интересно. Они просто ходили, птичек, наверное, слушали. Или, может, прибор в другой стороне держали. Ну как так? Как можно пропустить такие находки? И что это было? Часть склада, который растащила техника. И где-то есть все-таки центр, кубышка. Или это кошелек? Евгений говорит. Думается мне, что был это кладик, припрятан на окраине деревни. Под каким-либо приметным местом. Удивляюсь, что далеко от самих домов. Культуры просто никакой. Даже огорода здесь не было. В этом месте. По земле сразу видно, мусора почти нет. Нет никакой керамики. Просто чистый песочек. Конечно же, может, что на старой дороге кто-то обронил кошелек. Но такие деньжищи потерять в то время, это просто ух. Да и не носили с собой простые люди такие деньги. А расположение монет вдоль дороги указывает на то, что их техника колесами растащила. В итоге, в тот день было найдено 10 монет по рублю. По годам получилось так. От 1729 до 1767. Было всего 4 правителя. Петр II, одна монета. Анна Иоанновна, две монеты. Елизавета Петровна, пять монет. И Екатерина II, две монеты. Все было продано примерно за 4,5 тысячи долларов. Деньги пошли на благое дело. На погашение кредита. И чуток осталось на сало. Кто хочет проверить, правда это или нет, ссылочку на канал Евгения Уральские Бродни оставлю под видео. Зайдите и посмотрите, как это было по-настоящему. А вот так вот хорошему человеку и просто красивой девушке, которая смотрит мой канал, повезло, шла на работу. В хорошем настроении и повод был. Новое видео на канале у меня вышло с утра. Там люди золото находили. Шла и думала, как это найти золото. И вот. Как вы уже поняли, мысли материальны. Это слова Юрия Гагарина. Вот парень не достал бы. А у девушки пилочка всегда есть для таких вот случаев. Такая красота оказалась золотом 585 пробы. Весом около 10 грамм. Увы, где это было, я не знаю. Да это и не важно. И вот такой вот откопал мой подписчик. Сигнал был просто сказка. Да ну и понятно, два бетона. А что там? А там была олифа. Почти под завязку полные. Ну ничего, дома пригодится. Хорошая на ход. И вот так вот везет людям. Поисковик нашел не пойми что. Сразу было похоже на сетку с кровати. Но когда отмыл, то понял, что это древность. А именно кольчуга 3-2 век до нашей эры. Скифа с армадского периода. Весом такое счастье 12 килограмм. Но заметьте, она была разорвана на части. И меч был вот так вот согнут. Уверен, у меня на канале есть умные люди, которые знают, зачем так было сделано. А для тех, кто не знает, все будет в комментариях. Но замечу, что это не банальная потеряшка. Поисковик решил продать такую находку. Но это его право. Поставил на аукцион Виоли. Потому что аукцион это конкуренция, азарт. А значит и цена будет в разы больше, чем дадут на рынке. Смотрите, как проходят торги. Стартовая цена была около 1 тысячи долларов. Ставок было очень много. Смотрите, как меняется цена. В чем смысл? После последней ставки, торги автоматически продляются на 5 минут. Если кто-то поставил, оп, и еще 5 минут. А если нет, то все, торги завершены. В итоге такая находка была продана за 2900 долларов. Кому стало интересно, ссылочку на Виолити оставлю под видео. Если у вас есть что продать, или вы хотите что-то купить, но настоящее, не подделку, то вам точно надо по ссылочке снизу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok